Добрый вечер, коллеги. Открываем после матча по СМФ. Главный тренер команды и химик арсенала Сергей Иванович Патпавлович расскажет нам об игре против Строгино. Ваши, пожалуйста, отвечения. По игре в общей связи взять. Первый таймер, я считаю, что у нас получился. В принципе, ребята, о чем мы договаривались, как построить игру. Я думаю, что все получилось и забили. Еще были моменты, хотя, по большому счету, у нас тоже где-то могли были наказать соперники, поэтому где-то, как говорится, именно концовка там у них не получилась. Ну, я считаю, что мы три забили первым таймом, еще могли забить. Что касается второго тайма, в принципе, ребята вышли, тоже мы попросили сыграть аккуратно, потому что все-таки понимали, что 3-0. Вроде бы и крупный счет, но с другой стороны, пропусти один, и уже немножко, как бы, и такая паника может начаться, поэтому ребят попросили сыграть внимательно, строго. Вот, и опять же, что были моменты. Ну, я считаю, что, в принципе, игра мне, кажется, понравилась. Такая обоюдная была, интересная игра, поэтому я думаю, что все остались довольны. Согласны ли вы с тем утверждением, что именно активность вашей команды в дебюте встречи предопределила ход событий и то, что вам удалось победить? Ну, я же говорю, что первый тайм, как бы, удачно все сложилось, хотя поначалу, вроде, Строгино пыталось где-то попризминговать, накрывали нас, но ребята удачно выходили с обороны, так все получалось и доводили, как говорится, до опасных моментов, и три забили. Вот, я говорю, что могли еще забить, но могли пропустить. Спасибо. А у вас много опытных игроков, как вы можете корректировать эту связь между вашей командой и первым финалом, и вот взаимодействием? Ну, у нас опытных, я бы не сказал, что много, это просто у нас получилось так, что именно на эту игру, учитывая, что завтра основная команда играет тоже в Москве, вот, в принципе, нам отпустили, это ребят, там, Пантелеева того же отпустили, хотя он, по большому счету, там не играет вообще, вот, Ну, дают нам его, в принципе, редко, только второй раз, мы его, как говорится, получили. Вот, Гурам Аджоев уже третий-четвертый раз играет, вот, его почаще отпускают по вратарю, то же самое, там, получается, ситуация, что второй раз приехал, вот, ну, он третий вратарь, там, в принципе, тоже получают мало практики, поэтому, естественно, как бы, они хотят, чтобы ребята получали, хотя бы, игровую практику, мало ли, там, какие-то моменты, учитывая, что у них тоже есть составом проблемы, поэтому, я думаю, что, они с удовольствием их отдают, тем более, еще, учитывая, что играли, как говорится, в Москве, поэтому решили отпустить. Коллеги, вопросы есть какие-нибудь? Гурам, спасибо, спасибо. Спасибо.